Hola amigos! Хотите новость дня? А то я вчера в ночи узнал, так до сих пор одоплиться не могу. У Байдена есть адвокат. И кто-то даже задастся вопросом, зачем адвокат человеку, которого не могут даже по судам таскать из-за некоторых неопределенностей с когнитивными функциями. Но тут разгадка сразу нашлась. Хотя по большому счету, с защитой клиента в данной ситуации, ну расправилась бы и Карин, и Кирби, да вообще кто угодно. Даже те 80%, что в полицию Чикаго не взяли. Зацени человечесть! Сегодня с нами личный адвокат самого Джо нашего Байдена. Он еще вот при Обаме что-то сделал и женат на старшем советнике при Байдене, Аниточке. А привет, Бобби! Ну вот поздравляшка вас с победой в деле о секретных документах. Молодцы! Ну вот как вы красиво по менталочке с дела схехали. Ну прям адвокат века. Но как стало известно, вы недовольны, что характеристику президенту потом в отчете опубликовали? Да, это было отвратительно. Они всякие заметки вот уничижительные публиковали клиента моего в неправильном свете, выставляя, оклеветав его честное и благородное имя. Сорян, а вот эти оклеветавшие, они сейчас с нами вот в этой студии? И под вранем вы понимаете такие факты, как то, что президент не помнит, когда он был вице-президентом и был ли. То, что не помнит, когда его срок начался и закончился, путает дату и обстоятельства по своему сыночку. Да, я нахожу данные факты искаженными и недостоверными, совершенно неуместными, особенно то, что вы упомянули. Но, братюнь, ты же сам в комнате во время допроса был и все слышал. Ну, может, и был, но все это очень относительно и субъективно. Кроме того, прокурор начал вести себя некорректно, проявив верх непрофессионализма. Он начал вопросы Джо задавать. Ну, вы думаетесь? Да, это было действительно ужасно. Но, проясните, вы-то сами как считаете, личина наша в порядке? Ну, после того, как он начал путать лидеров Франции и Германии, а до кучи египет с Мексикой объединил. Ну, может, у президента все-таки проблемки какие наблюдаются? А вот и нет, а вы все врете. Не мне судить, но, по-моему, чем больше они начинают оправдываться, тем больше забавной инфы всплывает в сети. И тем сложнее на это глазки закрывать. Особенно, когда даже собственные однопартийцы делают все для... слива лидера? Ну, или как объяснить статейку в Нью-Йорк-Пост? Там и про Хиллари Клинтон, что в истерике бьется, задавая неудобные вопросы про возраст Джо. И формулировками новыми обывателя радует, повидав, что президентский кокон, это когда половина администрации следит за тем, чтобы у Байдена не было доступа к микрофонам и прессе. А другая половина двери подпирает, чтобы не сбег и что интересное об общении с мировыми лидерами прошлого столетия не поведал. Ну, там еще что-то про половину демократов, что сами в афиге от услышанного пребывают. Хотя под конец и подытожили, что ему нужно чаще на тему возраста шутить. Это типа вот успокаивает и оптимизм внушает. Ну, а пока канцлер Германии гостил в Штатах и даже сделал историческое фото со своим двойником в стиле овечки Долли, Блумберг продолжает позитив лить. Ну, там что-то про угасание промышленности и промышлен, уходящий из Германии и сокращающий полторы тысячи человек. И про крупнейшего производителя солнечных панелей в Европе, что даст биржам труда новых клиентов, так как Китай может поддерживать своих в Германии, а Германия только перелет Шольца до Штатов оплатить их состояние. И про производителей, что все свои заводы в сборе паровозом вслед за канцлером через океан вывозят. Но тут же главное что? Не читать эти СМИ, они все врут. И продолжать смеяться. Ну вот посидел Шольц с Байденом, интервью Тайкера пообсуждал, похихикал, так как по его словам оно было смехотворным, настроение себя поднял и дальше в политику играть. А то, что писаки эти заявляют о том, что Дни Германии как промышленные сверхдержавы сочтены, ну так про путинские фигли. И статья там, конечно, огромная, с фактами, графиками и общей картиной. Но еще раз, главное... Ну не все прям так в Германии плохо, как кажется. Не стоит забывать, что Америка это как-никак партнер и союзник. А союзники в одни ворота не играют. И вот оно спасение. Эппл и очки виртуальной реальности. Этакая палочка-выручалочка. И может сильно экономики и не помогут, но на плаву одну из индустрий удержать смогут. И да, речь о борделях. Но не простых, а виртуальных. Ну, относительно. Приехал, в комнатку зашел, а там что-то резиновое, в непотребном виде, где-то в углу валяется, а лих полуприлипшее. Но одел от чечи и уборщики, что я мой, предел мечтаний и на любой вкус. И пишет об этом опять же американское издание. Мол, какие немцы молодцы. Впереди всех самых оптимистичных планов дяди Сэма бегут. Зачем им настоящие девчонки, если наши виртуальные корочеи и красившие, и без необходимости справки собирать. По словам же владельца всего прекрасного заведения, традиционные бордельчики исчезнут в ближайшие лет 10. Ну, оно и понятно. Так проще и эстетичнее. Не те проблемы с выплатами, не с зарплатами. Отварить можно чего угодно. Благо куклы резиновые. И еще заплатку поставил, надул и по новой. Очки, конечно, эти денег стоят космос. Но из обзоров пока я понял, что лучшего применения, кроме как для порнухи и сидения на унитазе, взирая с Олимпы на планету, им пока и не нашли. Отличного дня. Пока.